Хатико, поздравливай. Мы в тебя верим. История собаки с выколотыми глазами повергла в шок практически всех жителей республики. Несмотря на все усилия ветеринаров и заузащитников, пёс умер, не выдержал человеческой жестокости. Хатико и не единичный случай. Кто-то выбросил новорожденных щенков, а кто-то и вовсе отказался от верного друга, который прожил с ним более 10 лет. Есть и случаи наезда на собак. Большинство автолюбителей просто-напросто оставляют животных на дороге умирать. Эту собаку постигла та же участь. Он страдает от полученных травм. Ведь тот, кто называет себя человеком, сбил собаку и даже не потрудился остановиться и проверить, жива ли она. К счастью, для пса на помощь пришли волонтеры группы заузащитников Хатико. Иди с колени, 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 иди с колени. Напомним, что согласно правилам дорожного движения, наезд на домашние животные тоже является дорожно-транспортным происшествием. Вскрытие с места ДТП карается лишением права управления машиной на 12-18 месяцев или заключением на 15 суток. С начала 2018 года в республике произошло 48 дорожно-транспортных происшествий в виде наездов автомашин на животных. При этом в 10 таких автовариях пострадали также люди, которые находились в салоне транспортного средства. Этих малышей собрали в коробку и просто выбросили на улицу. Человек, который сделал этот поступок, не задумывался о дальнейшей судьбе щенков. Их подобрала Надежда Паталицына, которая и принесла в ветклинику Айболит. Кстати сказать, подбирать выброшенных животных на улице девушки не впервой. На счастье, Надежда вспомнила про Козылскую организацию по защите животных «Хатика», помогающую пристраивать в добрые руки бездомных животных. Резко негативно отношение такое у меня, что можно как-то, есть сейчас стерилизации, которые с большими скидками идут, то есть можно сказать почти бесплатно можно принести, простерилизовать животное, чем вот так вот выкидывать, и чтобы их еще больше было. В том, что щенки уже вытянули свой счастливый билет, можно не сомневаться. Самое главное, все они остались живы, и сейчас им не угрожает медленная и мучительная смерть от голода и холода. По словам ветеринаров, жизни щенков ничего не угрожает, их вовремя доставили в клинику Айболит. К слову общества, с защиты животных «Хатиков» ветклиника Айболит проводит акции по льготной стерилизации животных. Волонтеры, конечно, не всех подбирают, но что в их возможностях они подбирают, потом приносят к нам на лечение, мы их обрабатываем, вакцинируем и стараемся пристроить. К сожалению, всех мы пристроить не можем, поэтому надо как-то донести до населения, что самый такой метод – это у нас стерилизация, кастрация. Наш ветеринарный кабинет стерилизует, кастрирует животных вместе с «Хатико» по акции. Хорошие у нас скидки. Лучше простерилизовать одну собаку, которая может принести по 7, по 8, 9 щенков. Это не в год, а два раза в год даже может принести. От этих щенков еще больше, поэтому лучше стерилизовать и кастрировать, чтобы снизить популяцию бетонных животных. Мы в ответе за тех, кого приручили. Слыша такие истории, эти слова хочется повторять вновь и вновь. Чтобы таких историй было меньше, задумайтесь, может все-таки стерилизовать своего питомца?